Праздник Крещения Господня, иначе День Богоявления, обращает нас к евангельским событиям, когда Христос пришел на берег реки Ордан и был крещен пророком Иоанном Претечей. Мы благодарим Бога за то, что Он не просто указал нам верный путь нашей жизни посредством Своих явлений или откровений. Мы благодарим Его за то, что Он, родившись на земле, идет перед нами, открывая нам дорогу жизни. Бог Сам идет спасать нас. После крещения на Мессию снизошел Дух Святой в облике голубя, а в небесах раздался глаз. Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение. Так Иисус Христос впервые видимым образом явил в себе Троицу – Отца, Сына и Святого Духа. Именно поэтому праздник получил второе название – Богоявление. Чистая вода, крещенская, она действительно святая. Поэтому хочется, чтобы люди в это всегда верили. И хорошо, что здесь сегодня так много прихожан. Дорогие христиане, ну и мусульмане, все, что у нас все. Дай Бог вам здоровья, счастья, все время, чтобы вы почитали Бога, веровали в Него. Поздравляю всех жителей Карачаева-Черкесии с большим праздником, с крещением. Пожелать всего самого лучшего, здоровья, счастья, чистого мирного неба над землей, чтобы не было ни войн, чтобы все у всех было хорошо. Главное – здоровья. По окончании службы Александр Иванов от имени руководства республики поздравил прихожан со светлым праздником. Дорогие прихожане, праздничные, мы прежде всего поздравляем вас, владыков наших прихожан, всех православных жителей нашей республики с этим прекрасным праздником. От имени главы республики Рашида Борисовича, Демризова, от правительства, от правительства, от правительства, от секреты и власти, еще раз всех вас сегодня поздравляем с замечательным и светлым праздником крещения. Это один из самых почитаемых праздников православных. И вчера и сегодня продолжают наши жители обматься, купить, общаться и ощущать благодать. Но не только православные, но и с ними представители других национальностей, как вместе, они вместе. И этот пример, он пример того, что находим у них непрекращающихся угроз с Россией, находим в том, что против нас объединяются все медруи, а мы сегодня объединяемся. И в этом сила нашей республики, в этом сила нашей великой страны. В завершение праздничной службы знаками внимания в виде архиерейских грамот и благодарственных писем были награждены люди, которые трудились на благо общественности и Русской Православной Церкви. Елизавета Мартыненко, Ивар Барануков, Архиз, 24.